так дорогие друзья продолжаем играть на род мире 4 сервер только уже без мишки братишки мишка братишка отправился в школу но как отправился спит потому что на дворе сейчас час времени вот на моих часах уже час времени кстати кто-то зашел мой двор и прям так погуливают да все правильно час времени погуливает написано админ steam значит админы за нами следят как бы это грозно не звучало ну да ладно короче друзья и так как вы видите уже один гелендваген я перевел полноценно перевел в нашу банду купил я сегодня но как получается уже вчера купил 4 машины а нет извиняюсь три машины это два последних гелика и еще один гелик 6 на 6 ну вот осталось только теперь перевести 6 на 6 и второй гелик в нашу банду что мы скорее всего сейчас и сделаем так какая команда по переводе в банду сейчас games card по моему ган кар вы нахо должны находиться в автомобиле все правильно сначала мы должны его телепортнуть так 6 на 6 уже здесь появился только он почему-то сломанный интересно кто мне взорвал и третий гелик так подтеснись к 6 на 6 отлично гелик он родился в гелике сейчас чем придумаем так нормально и у меня еще отобрали право почему-то вот это вот блин мне очень нравится только что были права мне снова нет прав прикольно 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 и штраф у меня оплаченных тоже нет ладно наверное у меня отбирают права дистанционно может быть это даже делают админы хотя 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 наверное все это бред все-таки наверное моя плошность ладно чё тогда мне делать что тогда не делать на сесть я просто могу на пассажирская отлично вводим команду ген кар так выбила табличку вы действительно хотите использовать данный транспорт для своей банды я нажимаю да вторая машина у нас банди и сейчас будет третье так друзья почему я выбрал желтый цвет во первых это как бы не желтый цвет а золотой вот почему такой золотой цвет я выбрал для нашей банды только все прикольно но я не могу выбраться из автомобиля теперь очень прикольно очень прикольно чё теперь делать и так почему именно такой цвет все на самом деле исходит от далеких истоков дело в том то что я как-то давным-давно играл на совсем другом проекте даже не по криминал очки отдал этому проекту три года три года своей жизни то есть вы представляете я каждый день заходил в игру и играл прокачивался вот назывался этот проект если сейчас не память не изменяет она мне не изменяет сам р.п. то есть сам р.п. не знаю может быть много конечно ну и из самых старичков до хрена кто прошел именно через этот проект даже из тех же лосплей щиков которые сейчас там супер мега популярные тоже играли на проекте сам р.п. вот раньше это был самый популярный проект там была простая карта то есть простая гташинская карта о наконец-таки сменил сменили погоду вот особо там даже никаких модификаций на самом деле не было обновлением приходили раз в год то есть не как вот здесь на радмирке там обновление выходит реально каждый день час выходит обновление я даже не успеваю обновлять клиент там выходили обновление раз в год и все равно все равно меня с постоянно сподталкивала заходить в эту игру снова и снова прокачиваться снова и снова онлайн кстати был тоже не как сейчас 120 да ну на самом деле сейчас онлайн 1000 так как я играю час ночи понятно что онлайн сотка вот кстати перебьюсь ненадолго почему я вот иногда играю по ночам именно потому то что как бы есть небольшой онлайн и меня ребят привет довезете до города довезите до автошколы если не трудно ребят так чё тут есть место интересно у сбербанка вот отлично сейчас мы сядем ford транзит и с успехом доедем хотя мне не мне нельзя сидеть в этом месте да мне нельзя сидеть в онкассаторской машине ну ладно 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 ребят спасибо к сожалению не могу я с вами сидеть извините дружище дружище тут на автобусе брат да кинь до автошколы если по пути накинуть тебе пару косых так переведем бомжу сразу сходу 4000 сразу с 4000 поехали спасибо что на подписчик подписчиков я всегда рад видеть так вот онлайн был там максимум 500 дружище поехали в нет времени все спрашивают где шатрик на самом деле я бы конечно ответил сейчас прямом эфире где шатрик но к сожалению не могу раскрывать все секреты когда играю в радмирку потому что задача понятна другим делом но и если брать все примеры из реальной жизни то сейчас могу вам сказать одно что шатриком все в порядке те события которые проходили месяц назад мне уже давным-давно утихли и я могу себе позволить поиграть в радмирку в режиме реального времени так вот друзья насчет от сам про это проект был максимальный онлайн 500 человек 500 людей в день то есть это как бы мышка была сервера карта была полностью gta san andres и вы просто не представляете насколько мне было интересно играть в эту игру меня были цели достигнуть получается как я сначала ну как во всех проектах как бы зарегистрировался появился простым бомжом и потихоньку постепенно начал возвышаться по лестничной лестнице все выше и выше то есть естественно начал таскать мешки там зарабатывать какие-то деньги даже на ферме работал а потом я устроился как бы ну проходил набор в армия доиграл до третьего уровня пошел я значит в армию в армии сразу дослужился до ефрейтера там буквально через два-три дня вот после ефрейтера мне дали сержантскую должность ну так как я там стоял на вышках доблестно дежурил и нес свою службу и уже сержанта приехали ребята с полиции то есть то бишь проводить набор я не знаю конечно как в этой области на этом сервере скажем так вот тут как бы принято если крмп то значит принято называть область на серверах там где карта gta san andres было принято называть штат то есть штаты вот понятно область она подразумевает несколько городов штаты они тоже подразумевает несколько городов по-английски скажем так штаты как нашего так вот меня взяли в полицию лос-анджелеса там было три участка полиции то есть три основных города это сан-фьеру сан-франциско точнее ну сан-фьеру это в жизни сан-франциско вот сфпд лспд то есть лос-анджелес патруль на как она там называлась департамент что-то такое вот ну и лвпд то есть лвпд это лас-вентурас ну лас-вегас в жизни как на департамент правоохранителей я короче не помню уже если честно но в общем пошел и служить в лспд и чё вы думаете меня уволили на следующий день за взятку вот это будет получается попался на взятки то есть там не удержался по моему мне 13000 предложили хотя у меня была зарплата в 10 тысяч как бы баксов грубо говоря там на каждый час я получил получал 10 каждый по идее получал 10 тысяч баксов вот и в один момент как бы нес службу простым скажем так грубо говоря гаишникам не приложили взятку в 13 тысяч я ее принял взял сыграл грех на душу и оказывается это была проверка и меня тут же уволили вот и на этом как бы моя служба в госдепартаментах закончилась получается чтобы например пойти в фбр ну на этом сервере фсб скажем так чтобы пойти фбр мне нужно было сначала полностью отслужить всю карьерскую службу на должности полицейского то есть а так как она у меня быстро закончилась дорог у меня не очень много оставалось и я пошел то есть у меня было ли как бы была передо мной дорога либо идти в мафию либо идти в банды там получается было пять банд это гру стрит потом оранжевые как они вагасы затем рифы ацтеки и ну естественно балосы вот 5 банд то есть банды они непосредственно контролировали первый город это лос-анджелес а именно гетто то есть там завоевывали территории и так далее на самом деле ну было интересно ребятам но не мне потому что я человек как бы все время как-то я не знаю что ли там гнался во власть ну по крайней мере на сервере имею ввиду вот и мне хотелось прям управлять прям быть конкретным лидером вот ну и так как скажем я целился изначально на самую высокую должность а самая высокая должность штате это естественно мэр то есть президент губернатор вот нас было только но правитель штата правитель штата на это грубо говоря президент штатов президент штатов он выполняет тоже там много очень на ролей много обязательств он там назначает министров каждый министр отвечает за свою область то есть был министр здравоохранения был министр по как она господи шойгу у нас занимает какую-то должность по оборонке вот ну и соответственно премьер-министр это основной заместитель вот ну во всех остальных там адвокаты охранники и так далее так вот я был президентом три раза моя учет училась катались катались с автобусником и произошел такой конкурс значит нас с вами вечерние прогулочки до под луной и приятным разговором ну ладно прогуляемся я был президентом три раза за все время своей игры то есть мое имя до сих пор выбито на доске почета на том же самом сайте который к сожалению сейчас вообще там полудохлый вот я был три раза президентом три раза я управлял три раза был лидером самым то есть еще до того как стать ютубером я был адским задротом чё нажмите аж дружище ты откуда вышел что ты говоришь ты чё гонишь что ли братишка как одет как эти могу принять нет набора на самом деле пока что да я тебе верю ну ладно покажи скиллы ну вам смотри скиллы красавец блин четенько это самое ну пойдем со мной так прогуляешься незначай если у тебя есть время я просто тут гуляю под луной погнали так вот идем дальше так вот был три раза в президентом конечно же основная цель моя была быть админом админом целого сервера у которого там 500 онлайн а вот хотел вот конкретные прям такие позиции лидерство занимать на самом деле вот весь сервер был уже у моих ног там играли люди старшего возраста и так дружище только давай ты мне не будешь перебирать конечно не знаю то что я болтаю самим сам собой ну да ладно вот помнишь ты позавчера по моему рактор еще розовый был я за вами ездил когда ты на гелике дружище на секундочку сейчас иду пока музыку слушаю чуть попозже с тобой пообщаемся пойдем пока за мной лояльно намекнул я думал у меня так вот то есть у меня была раскрыта передо мной до открыта передо мной дорога во всех направлениях там выигрывал я выборы совершенно просто то есть как и везде собирались голоса причем очень и очень справедливо были везде избирательные пункты на каждых массовых участках у такие как вокзалы там площадя и тому прочее вот и на этих пунктах стояли урны то есть каждый настоящий человек не боты то есть нигде естественно ботов не было настоящие люди голосовали и естественно проводилось голосование подсчитывались голоса и я всего пять раз участвовал в выборах двое два раза из них я проиграл и три раза выиграл то есть он три раза был я президентом то есть это самый самый такой вот рекорд никто еще до меня и после меня когда вот ну проект все-таки существовал не перебил мой рекорд но к сожалению в конце третьего срока там со мной случилась беда скажем так я понял то что админом мне никогда не быть потому что внутренний как бы сервис этого сеть сервера ну как скажем так руководство этого сервера было настолько гнилым насколько я помню сейчас там был флейзи и донни они этим ребятам было совершенно пофиг они просто гребли деньги с проекта им было насрать на своих игроков ежели чем например вот когда у играешь на реально на таких вот проектах я конечно город мира тоже играл там на нескольких но поверьте мне не настолько вот живно и не настолько вот как фанатично так как я играю сейчас на родмире потому что даже вот сейчас вот я иду и от любуюсь просто обычной прогулкой как вот в реальной жизни идут совершенно по пустой улице понимая что все якобы конечно спят своих домах но это настолько реалистично настолько модернизаторы добились такого успеха чтобы игроки могли нереально наслаждаться полностью такой детализации прорисовкой и кстати я когда играл на сам вот этом гтш на проекте сан-андрес не поверите моды я заменял самостоятельно то есть там были исключительно только стандартные машины не так как вот здесь пожалуйста вам и бэха пятерка и газелька вот там были абсолютно стандартные машины такие как положено gta сан-андрес а я уже самых лично заменял и вот я как бы сейчас почему вот меня постоянно тянет играть 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 вот ну хочется вот общение с реальными людьми с реальными игроками помогать им в игре вот ну даже вот эти вот реальные конфузы и реальные стычки которые вот происходит в игре там с теми же хейтерами там и прочее там потому что в каждом сервере там ну точнее в каждом проекте есть свои враги свои ну скажем так доброжелатели это наоборот добавляет интересов без врагов не было бы интереса совершенно добрые люди и ну соратники скажем так которые к тебе со всей душой там грубо говоря не еще больше под добавляют желания играть на проекте и продлевать продлевать игровую жизнь чувак наверно в шоке то что думает господи типа паша пыл ну наверно не настолько дурак что по ночам ходить тупо и гулять по пустым городам по пустой карте да я люблю просто пешком играть пешком бегать на самом деле странно если честно согласен со мной ожидал меня увидеть вообще ты можешь со мной по голосовым общаться я тебя слышу я тебя видел несколько раз уру именно в игре а ты вообще давно на этом проекте в этой области сколько на то есть еще до меня задолго до меня здесь красавчик ну да так что вот такие дела ну и как бы друзья это был как мой небольшой рассказ рассказ из реальной жизни с которым я с вами поделился наверное вы нигде его больше не услышите никогда но основная цель для которой за которую я вам хотел донести это то что было тогда это что было сейчас просто несравнимые вещи то направление в котором движется сейчас вся полностью ну вся игрой индустрия это что-то нереально наверное через пару десяток лет я буду ходить по своему городу по своей калининградской области него также с вами тепло общаться через десять лет я уверен у меня интересы не поменяется с вами был друзья паша пл к сожалению мишка братишка пообщаться news попрощаться не успел так как был должен был резко покинуть нас из-за то что мама его загнала спать но я вам желаю удачи желаю успехов обещаю вам что завтра паскара постараюсь выпустить новую серию парадмирки новую интересную игровую серию парадмирки так как это было разговорная часть может быть не для всех интересно но так же если вы хотите почаще слышать меня такие ну подобного рода разговорные темы общение со зрителем прямой общей прямое общение со зрителем как говорится то пишите в комментариях буду рад почитать и прислушаться вашему мнению но что касается по настоящим сериям на основном канале то ждите друзья я хочу наладить выпуск по два раза то есть по два видео ролика в неделю от вас остается ожидать только лайков комментариев и позитива ну и самое главное как я еще рассказал поддержку еще раз с вами ненадолго попрощаюсь и как я уже говорил увидимся завтра с крутым сюжетом а с вами был паша пл на родмир 4 сервер заходите сюда будем играть вместе до нового выпуска